Также, ребята, решил записать четвертое видео, которое не относится ни к Джанго, а которое относится к становлению вас как многопрофильного практикующего программиста. Во-первых, запомните хорошее правило. Не дня без строчки кода. По сути дела, вы выбираете, сколько у вас есть времени. Если у вас времени, вы занимаетесь два раза в неделю, то не недели без строчки кода. Это надо запомнить. Поэтому сейчас дам некоторые рекомендации. Итак, первая рекомендация. Очень важно быть в школе. По одной простой причине ответы на вопросы здесь в группе. Я рекомендую завести почту таким образом, добавлять папки и, что важно, сразу сохранять. Следующий момент. Когда вы получаете пожизненный доступ, то есть нажимаете к сайту spb-retout.ru, то здесь, как вы видите, у меня сейчас загружается, поэтому интернет долго работает. Здесь вы попадаете в личный кабинет, ориентироваться по значкам. Здесь вы видите совершенно разные тематики. Ребят, важно для себя запомнить. Вам надо быть программистом. Если бы мне в 2009 году, когда я начинал изучение Python, сказали, что лучше изучать два языка, нежели один, наверное, я бы сделал так, как сделали вы. Да, сказал примерно следующее, что, ой, тут хоть бы один выучить. Но, тем не менее, в школе есть люди, которые за пять месяцев начали писать на двух языках. Тот же вот Сергей Асачий, да. Поэтому в школе, в большинстве своем, это видеоуроки. Вы переходите и работаете по плану. Все планы идут по шагам. Для кого-то привычно, для кого-то непривычно, но по шагам. То есть нажали. И смотрите курсы. Смотрите курсы и повторяете. Следующий момент. Если вы видите в личном кабинете, то вы обязательно увидите такую вещь, как практика Python ООП. Это дополнительные занятия, в принципе, с которыми я работаю больше индивидуально. Да, то есть с группой, но индивидуально даю занятия. Цель этих уроков. Как правило, когда человек проходит уроки, он соображает, но ему надо некоторое время, чтобы сориентироваться. Поэтому здесь есть коротко в формате Markdown ссылки на группу. Вам надо перейти в группу и дополнительно проделывать. Здесь есть видео, почитаете, проделывать уроки. То есть это для новичков. Читаете записи, видите, внизу здесь, может быть, не совсем видно, но внизу здесь несколько страниц. И вы проходите по переписке. Здесь я строил таким образом. Просто так получилось, что вижу, что людям интересно. И начал давать задания конкретно, допустим, подтянуть функции, использование функций. То есть где вы делаете самостоятельно. И я начал обращать внимание на те вещи, которые действительно нужны в программировании. Таким же способом начали поступать в Python ООП. Я эти сообщения все собирал. То есть их довольно много. Это отдельно от видеоуроков формат, который надо подтянуть. То есть вам просто делайте, спрашивайте. Но самое главное, все прогоняйте через практику. Очень важный момент. Ребята, если вы посмотрите, то в школе есть много вещей. Здесь и Python, и Django, и машинное обучение, и Android, и примеры проектов. То есть и написание соцсети и так далее, и так далее. То есть мы здесь полноценно пишем. Сейчас как раз я рассказываю. Ну, по сути дела, наконец-то я решил догнать эти уроки до конца. То есть где будут и участники, где будет и подписка, отписка. И по сути дела этот контент можно чем хочешь заменять. И лента, и так далее, и так далее. Не в этом суть, ребята. Суть в том, что надо изучать минимум два языка. То есть я рекомендую обязательно изучать Kotlin. Почему? Потому что рынок мобильных приложений, во-первых, развивается. Во-вторых, если мы берем язык со динамической типизацией, как Python, и со статической типизацией, как Kotlin. Kotlin это очень короткий Java. Java, то, во-первых, мы начинаем понимать два языка. У нас постоянно возникают вопросы, а как там и как здесь. И здесь вот снимается барьер. И, ребята, услышьте меня. Барьер. Когда вы можете действительно снять барьер, чтобы работать с любым языком программирования. Потому что будет так. Когда вы будете изучать просто один Python, один Python, это будет неплохо. Но вам не с чем будет сравнивать. И вы многое будете упускать из вида. Что это, например, многое? Ну, например, когда я начинал изучать Python, я изучал функции. Ну, функции и функции. Но я тогда не задумывался, что функции могут быть первого уровня, что функциональное программирование настолько широко и мощно. Python практически все это включает. Но осознание этого не может произойти. Почему? Потому что не с чем сравнить. Вот когда мы начинаем изучать язык, допустим, со статической типизацией Kotlin, то там мы уже указываем типы вручную. Во-первых, мы по-другому смотрим на типы данных Python, потому что Python их от нас скрывает. Задаем вопросы. Во-вторых, мы начинаем действительно узнавать мощные вещи о функциях. И если раньше для нас Python было просто функция, то теперь мы начинаем читать. А какого уровня функция? А как это работает? И начинается осознавание двух языков. Но самое важное, начинается, как только вы начали изучать два языка, у вас именно с этого момента пошел важнейший процесс. Важнейший процесс сравнения языков и формирования, воспринимайте на слух, картины языков. Ребят, вы поймете, что языки программирования в принципе одинаковые. То есть содержат одни и те же компоненты. По сути дела, каждый язык программирования содержит какие-то типы данных, но чтобы выражать, допустим, строку, там при помощи букв, да, на начале нечто написать числа. У всех языках это есть. Просто по-разному записывается, но смысл один и тот же. Это имеет принцип такой, поменял фильтр в Renault, поменяешь и в Mercedes, поменяешь и в Жигулях. Принцип очень простой, согласитесь. Так вот, идет вот эта вот у вас наработка. Она идет не быстро. Понимаете? Но как только вы начинаете изучать два языка, то третий язык, поверьте мне, выучить не будете. Вы просто на нем начнете сразу писать. Вам достаточно будет посмотреть, а что есть функции, а какие там типы данных, и так далее, и так далее. Это важный процесс. Готовьте из себя многопрофильного программиста. Следующий момент. Python сам по себе мощнейшая вещь. Это палочка-выручалочка. Выбрали его, сделали правильно. Не забывайте, что все-таки мобильные приложения, конечно, можно писать на любом языке. Но если Kotlin является официальным языком Android Studio, то лучше на нем. Почему? Потому что он работает мощно, он прост, он работает быстро. Выберете мобильный рынок. При помощи Python это, конечно же, мощнейшая серверная часть и много чего приложений. Все, что в мире не происходит, программирование, то все на Python дублируется. Но, тем не менее, некоторые вещи надо делать все-таки там, где они должны делаться. Если на Kotlin мобильные приложения вам понравится. Тем более, 8 лет я не мог себя столкнуть в сторону Java. Тем не менее, если сказать, что Java сегодня остается языком программирования номер один. Я много на этом сайте рассказывал о Java, но достаточно сравнить код, чтобы понять, насколько это просто. Так вот, вот это код на Kotlin. Слева тот же код на Java. 40 строк и одна строка. Разница, конечно, есть. Просто-напросто Kotlin делает, как Python, всю основную работу за кулисами. Геттеры, сеттеры и так далее, и так далее. Все он делает автоматом. Это классно. Но, тем не менее, вы начнете посматривать, потихонечку работая с Kotlin, так как Kotlin можно перегнать Java в Kotlin, вы начнете посматривать в сторону Java. И с этого момента ваше развитие пойдет правильно. То есть, на года вперед. Изучая Python, изучая Kotlin, а значит цепляя Java, у вас будет в три языка. Три языка, на которых можно написать все, что угодно. Рабочие, классные языки. Поэтому, послушайте меня, но самое главное для вас, это снять вот этот вот страх к изучению языков. И второе, начать, только начиная изучать два языка, вы начинаете, наконец-таки, важно, ребята, формировать у себя в голове картину вообще устройства языка. Это архиважно, ребята. Времени на изучение двух языков на самом деле будет затрачено чуть больше, чем на изучение одного. Почему? Потому что чем дальше, тем вы будете там функция, и там функция, но по-другому записывается. Вам будет интересней. У вас никогда не будет вот этого отстоя, когда есть определенная, начиная со временем, усталость от одного языка. Когда вы работаете с несколькими языками, это чувство у вас никогда не постигнет. То есть для вас постоянно нечто новое. И развивайте себя, как многопрофильного программиста, потому что на самом деле вы с многим столкнетесь. Само собой, HTML, CSS, GC, я уже не говорю, просто рано, как-то с этим придется столкнуться каждому программисту. Но кардинально думайте о рынках. Python вам покроет, можно делать графические интерфейсы, великолепен в серверной части. Kotlin вам покроет мобильные приложения. Отвечаю на вопрос, я делал и на Kiwi. Kiwi, допустим, для меня было первым шагом, чтобы понять, как вообще работают мобильные приложения. И сейчас я ребятам в ООП даю примеры посмотреть, потому что там очень классно разбираться с Python ООП, работая с Kiwi. Но потом вы придете к тому, что в Kiwi надо все писать вручную. А Android Studio за вас делает практически 90% работы. Вам остается только код. При этом приложения все-таки мобильные должны работать очень быстро. И очень четко. Поэтому лучше, конечно, в мобильных приложениях на сегодняшний день я использую, хотя Kiwi я обожаю, но для программирования все-таки я использую то, что заложено в Android Studio. В результате получается, я двигаюсь в направлении Python, это серверная часть при помощи Django и других фреймворков. Второй момент, я двигаюсь в направлении мобильных приложений, это Kotlin. Само собой, я смотрю, ребята потихонечку начинают писать на Java. Просто почитайте сайт Kotlin, много найдете. Ну, а начинать всегда надо с Python. Python это тот язык, который есть у вас, как палочка-выручалочка. Считайте, что это золотая подкова, считайте, что это палочка-выручалочка. Почему? Потому что я говорю, что бы ни происходило вместе в мире программирования, это обязательно будет отражаться в Python. В Python всегда делают библиотеки, но так он и разработан. Например, Python Blockchain, вроде не так до нынешней тематики, тем более в школе тоже будем брать тематику. И мы обязательно сразу найдем тот же блокчейн. То есть Python вроде как прост, но в умелых руках это мощнейший инструмент, который в принципе очень мощен, очень силен, очень классен. Например, машинное обучение это прерогатива Python. Почему? Потому что там все обрабатывается при помощи библиотеки NumPy, которая написана на оси, и обрабатывается очень быстро, поэтому делают сложнейшие вещи при помощи пары строк кода. И сегодня этому отдается большая прерогатива. По сути дела, я к чему вас веду, что не надо упираться в один язык, не надо упираться только в джанго. Надо просто взять для себя и решить не дня без строчки кода. Ребята, я знаю еще проблему новичков. Проблема новичков следующая. У новичков зачастую, они первое время, я сам полтора года искал, пробовал C-Sharp, пробовал PHP и многое другое, но наконец-то новичок определяется, буду Python изучать. Это правильный выбор. Правильный почему? Потому что пока вы не определились языком, и у вас есть сомнения, что, а может, на другой язык, вы ни один не выучите. Выучив Python, вы сможете написать все, что угодно уже. Сайты, программы, ну, много чего. Значит, следующий момент. Как правило, то, что вы решили написать, ну, пусть это будет, там, вы хотите научиться делать сайты, например, это точка входа. Запомните, ребят, где вы окажетесь через 2-3 года, вы не знаете. Разве я думал, что я буду заниматься блокчейном? Разве я думал, что я буду заниматься Kotlin и мобильным приложением? Нет, не думал. Просто, чем больше вы погружаетесь в программирование, тем больше у вас возможностей. И это как машина, которая светит фарами и вырывает из темноты по меру придвижения. У вас все больше, больше, больше возможностей. Поэтому, если вы на данный момент, вы новичок, и вы переживаете, а как я найду себя все-таки? Вы найдете себя, ребята, просто двигайтесь. Рано или поздно вы откроете для себя то, что у вас ехнет внутри. Вы скажете, да, это круто, это мое. И уже больше средоточите усилий. Но именно то, что я говорил в начале видео, начинайте с двух языков. Ребята, это архиважный момент. Уберите все барьеры сразу. И в результате вы сможете работать с любым языком. Это архиважно. Тогда вы будете работать как много профильный программист. Спасибо за доверие. Ссылки в описании видео. Значит, начать с сайта spb.retout.ru Спасибо. Успехов.